Однажды так случилось, что моя подруга пригласила меня поехать, пригласила меня к себе в гости, пожить месяцок с ее семьей. И дело в том, что эта подруга моя, она африканка, и она меня пригласила к себе в Африку. Это очень было далеко от того места, где я живу, от Нижнего Нового города, то есть примерно 20 часов я только летела туда. И когда я туда прилетела, я ехала в августе, но там тоже был август, но это была зима. Ну, как сказать, условная зима, потому что она была чуть ли не теплее, чем у нас иногда бывает лето. Перед тем, как я туда поехала, я очень волновалась, какие у меня будут отношения с этой семьей, потому что мне предстояло прожить вместе с ними целый месяц. Мне очень хотелось стать, как бы, почувствовать себя одной из них, то есть чтобы чувствовать себя родной. И я думала, ну вот, может быть, неделька через три после того, как я приеду, я, наверное, так себя действительно буду чувствовать, потому что когда ты проживаешь с человеком какое-то время, этот человек тебе становится родным, да? Но самое удивительное для меня было, что они ко мне начали относиться как к своей дочке, как к своей сестре с самого первого дня. И я почувствовала такое теплое, родительское, в какой-то степени отношение с того самого момента, как я прилетела. Меня встретили с цветами, обнимашками. И когда отец в твоей семье, он молился, «Господь, спасибо тебе, что наша дочка Алина прилетела в целости и сохранности», у меня немножечко так, ну, было удивление. Этот месяц он был, ну, наверное, одним из самых беззаботных в моей жизни. То есть мне в тот момент было уже 19 лет, но тогда я чувствовала себя, как ребёнок, которого окружили теплотой и заботой. Я могла просто отдыхать, наслаждаться и радоваться жизни. И ещё, как бы, до этого, до того, как я познакомилась с африканцами, я думала, что, ну, они живут далеко от нас, они выглядят по-другому, их культура очень сильно отличается. Я думала, как вообще мы можем построить близкие отношения? Будет ли нам легко или сложно общаться? И вот за тот месяц я поняла, что, оказывается, мы можем, оказывается, мы можем быть близкими, друзьями. И как бы культурный языковой барьер – это не такая уж страшная беда в данном случае. И ещё одна вещь, которую я поняла за тот период, это то, что везде, куда бы я ни приехала, я могу… Есть люди, которым я могу обратиться за помощью, есть люди, которые готовы меня принять и помочь мне разобраться, как жить в этом обществе, что, как делать. И это люди, которые такие же христиане, как и я. То есть, да, у меня есть моя семья, которая здесь, в России. Мои мама, папа, сестрёнки. Но кроме того, есть ещё много других людей, которые готовы мне помочь, которые в какой-то степени являются мне родными во Христе, которые могут быть мне открыты, даже если они меня встретили всего лишь в первый раз в жизни. И мне в какой-то степени захотелось быть таким же человеком для других людей, чтобы поддерживать их, когда они приезжают, чтобы открывать им объятия широкие, чтобы им было хорошо со мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова